Здравствуйте, дорогие телезрители. Добрый день. На этой передаче мы вам расскажем о животных, обитающих в Австралии, а именно о тех животных, которые являются объектами изучения криптозоологии. То есть о тех зоологических тайнах, которые скрывает самый небольшой континент земного шара Австралии. Он располагается в южном полушарии, и с него мы начнем обзор... Мы вам рассказали уже об африканских зоологических тайнах, и вот с Австралии начнем обзор тропических территорий земного шара, где еще скрываются различные неоткрытые или, может быть, забытые животные, которые ждут своих исследователей, ждут того момента, когда они наконец-то предстанут перед взором научной общественности и докажут тем свое существование. Но прежде чем перейти к этим животным, которые являются объектами изучения науки криптозоологии, хотелось бы рассказать о тех животных, которые являются эндемичными животными Австралии. Ну, наверное, те животные, которые, в общем-то, были когда-то криптозоологическими тайнами, но потом оказались, что они действительно не существуют, хотя они имеют достаточно удивительный такой неожиданный облик и не похожи больше ни на каких других существ, населяющих земной шар. Все дело в том, что, в принципе, Австралия — это материк уникальный, и он достаточно давно отделился от праматерика, который явился неким таким вот изначальным альмаматором всех живых существ нашей планеты. И поэтому на австралийском континенте сохранились животные, которые, в принципе, на всех остальных участках суши уже давным-давно вымерли. И поэтому Австралия сама по себе является такой своеобразной зоогеографической меркой, которая, в общем-то, интерес не только зоогеографам, но и интересна и палеонтологам, и интересна эволюционистам. То есть там сохранились животные, которые стоят на одну, а то и две ступеньки эволюции ниже, чем большая часть животных, населяющих все остальные районы суши на земном шаре. И это, прежде всего, касается, конечно, млекопитающих, потому что именно млекопитающие составляют такую зоогеографическую славу Австралии. И там сохранились животные, которые, в общем, действительно уникальны. Это два больших систематических объединения животных. Это, так называемые, однопроходные млекопитающие и сумчатые млекопитающие. Именно сумчатые млекопитающие наиболее разнообразны в Австралии. Хотя, как мы знаем, кроме Австралии сумчатые могут встречаться еще и в Южной Америке. И один вид сумчатых доходит до Северной Америки. Имеется обыкновенный опоссум, который достигает Соединенных Штатов Америки. И там тоже распространен. Это вот единственное сумчатое северного полушария. А все остальные сумчатые животные распространены либо в Южной Америке, либо в Австралии. Причем в Австралии разнообразие сумчатых наибольшее. И там сумчатые животные в биоценозах занимают те экологические ниши, которые свойственны, например, другим плацентарным млекопитающим во всех остальных других регионах земного шара. И естественно, когда первые путешественники посетили Австралию, вот тот многообразный животный мир, с которым они столкнулись, был для них шокирующим, необычен. И поток вот этих необычных животных, который стал поступать в Европу после открытия, а тем более, когда Австралия стала колонизироваться, он удивлял зоологов, он их ставил в тупик, он их потрясал. И, в общем-то, наверное, до сих пор внешний вид многих млекопитающих, обитающих в Австралии, он, в общем-то, очень неожиданен. И неудивительно, что до сих пор существует в Австралии большое количество легенд о том, что существуют еще более невероятные животные, которые могут быть встречены в разных уголках Австралии. И не только Австралии, но и на острове Тасмане, и на островах, располагающихся еще южнее, ближе к Антарктиде, таким, как Новая Зеландия. Ну вот такое животное, обладающее удивительным внешним видом, таким необычным внешним видом для европейцев, особенно, например, утконос. Утконос, кстати, является одним из символов Австралии, но несмотря на это, когда это животное впервые появилось в Европе, все стали считать, что это ошибка токсидермиста. То есть, в общем-то, взяли шкурку бобра и к ним приставили, например, клюв от какой-то птицы, например, какой-нибудь утки. И уже несколько позже выяснилось, что это совершенно не ошибка. Это действительно животное, которое обитающее в Австралии, просто оно имеет такой довольно специфический вид. Действительно, утконосы, эти животные, обитающие в Австралии, относятся, в общем-то, к примитивным млекопитающим, именно к тем млекопитающим, о которых вы только что говорили. И животные, ведущие водный образ жизни, но облик утконоса, наверное, уже известен, и телезрители с утконосом, наверное, знакомы по различным передачам, в первую очередь передачи о животных. Утконосы, кроме такого очень удивительного и необычного внешнего вида, они еще обладают очень интересным обменом веществ. Дело в том, что температура тела в них довольно-таки низкая, около 32 градусов. И кроме этого, при понижении температуры воды, в которой они обитают, они могут ускорять свой обмен веществ в три раза. То есть, вот они обладают таким вот интересным обменом веществ. Кроме этого, в отличие от большинства млекопитающих, они являются ядовитыми млекопитающими. И яд, попадая, например, в тело человека, может вызывать различные, не приведя к смертельному исходу, может вызвать отеки. Ну да, надо сказать, что каноносы в том, в принципе, с точки зрения ядовитости, одни из уникальных млекопитающих. Хотя ядовитость, в принципе, млекопитающим не свойственна. Не свойственна, действительно. Потому что мы хорошо знаем о змеях ядовитых, о ядовитых ящерицах, например, такие, как ядозубы. А о ядовитых млекопитающих практически ничего не известно. Вот утконос действительно относится к группе ядовитых животных. И среди млекопитающих это, наверное, единственный случай. Может быть, еще там какие-то несколько видов можно назвать, которые обладают какими-то вот такими способностями. А утконос вот он уникален этим. У самцов имеются шпоры, которые как раз содержат этот ядовитый секрет. И действительно, человек может пораниться этой шпорой, и что может привести действительно к отравлению организма. Кстати говоря, вот это удивительное свойство, отчасти напоминающее собой свойство многих рептилий, вот эта вот ядовитость, в последнее время получает, скажем, такое подтверждение очень своеобразное о том, что, ну, все мы хорошо знаем, что млекопитающие произошли от рептилий. Так вот, последние данные, полученные в результате анализа последовательности ДНК, говорят о том, что, скорее всего, базальная радиация млекопитающих, ну, то есть расхождение их на разные эволюционные ветви, происходило даже не на уровне рептилий, а даже на уровне еще раньше, даже на уровне рыб. И поэтому, скорее всего, вот эти три ветви млекопитающих, которые существуют в настоящее время, то есть однопроходные млекопитающие, к которым относятся утконосы, эхидно, сумчатые млекопитающие и плацентарные млекопитающие, их расхождение уже началось достаточно рано, и началось оно еще на уровне, наверное, каких-то кистеперых рыб. И непосредственно от рептилий как раз произошли в основном однопроходные млекопитающие, то есть ныне существующие от утконоса эхидно. Поэтому именно в них, в этих двух животных, прослеживается наибольшее количество рептильных черт. И вот, кстати, когда млекопитающий утконос непосредственно появился в Европе, ученые очень долго не могли его отнести, кому отнести это животное. Либо к присмыкающимся, либо к млекопитающим. Некоторые даже предлагали их отнести к птицам благодаря тому, что у них имеется такой вот, так называемый, клюв. Да, но клюв у него есть, но все-таки крыльев у утконосов не наблюдается. Но, тем не менее, из-за такого необычного вида ученые его пытались куда-то пристроить или даже хотели его отнести к отдельному классу. Да, и наибольший шок вызвало, конечно, когда утконос появился в Европе, это было полдела. Но когда выяснилось, что утконос еще, ко всем прочим, откладывает яйца... И у него имеется клоака. Да, и у него имеется клоака, соответственно, он откладывает яйца, но при этом детенышей вскармливают молоком, то, в общем-то, среди зоологов, наверное, больше революции в умах себе было сложно представить. Найти живое животное, которое обладало бы набором таких абсолютно черт, которые свойственны разным классам позвоночных животных. То есть откладывают яйца, как птицы или рептилии, выкармливают молоком, как млекопитающие. Соответственно, клюв, как у птицы, мех, как у млекопитающего. То есть здесь действительно, наверное, открытие утконоса, появление вот такого животного в систематических списках, оно, конечно, шокировало зоологов 18-19 века. И вот даже если говорить об истории открытия утконоса, то здесь даже очень интересно проследить по датам. То есть вот первая шкура утконоса была прислана в Англию в 1797 году. А вот открыли молочные железы утконоса, биолог Меккель обнаружил у них молочные железы в 1824 году. И выяснилось, что утконос откладывает яйца только в конце 19 века, то есть в 1884 году. То есть весь век думали о том, кому же отнести утконос. Вот этого животного, как утконос. Надо сказать, что ближайший родственник утконоса это ехидна, у которых существует несколько видов. Они тоже откладывают яйца, но яйца, в отличие от утконоса, они вынашивают в специальных сумках. И поэтому вот как утконос непосредственно устраивать гнезда и там откладывать эти гнезда яйца и обогревать их, у ехидна такой черты нет. Внешне ехидна похожа на нашего европейского ежа или, допустим, азиатского дикообраза, но ведет тоже такой своеобразный образ жизни, который, скорее всего, больше напоминает образ жизни муравьеда. Потому что у ехидны есть длинный вытянутый хоботок, который она использует как инструмент добычи. Из-за ротового отверстия высовывается язык, и она, в принципе, действует как муравьед. Проникает под этим хоботком в муравейник и, соответственно, слизывает оттуда насекомых, либо муравьев, либо термитов. Ну, в смысле, либо муравейник, либо термитник. Поэтому, скажем, ехидна, она больше укладывалась в понимание европейцев о образе жизни и о внешнем облике вот такого млекопитающего, чем утконос. Конечно, утконос это было что-то такое вот из ряда вон выходящее. И неудивительно, что кроме вот ехидны, утконоса и вот этого многообразия сумчатых, которое характерно для Австралии, неудивительно, что до сих пор в Австралии существуют легенды, предания, поверья, какие-то малоподтвержденные факты существования, кроме уже широко известных животных. Еще целого ряда таких вот криптид, как их принято называть, то есть животных, о которых существуют какие-то сведения, но они не подтверждены, не добыты, не признаны наукой. И вот история с утконосом, она только лишний раз подтверждает то, что, наверное, австралийский континент еще может преподнести ученым не одно открытие. И действительно, вполне возможно, что часть животных, о которых мы с вами сегодня поговорим, действительно будут обнаружены или найдены, или доказаны, по крайней мере, их существование когда-либо давно, в давние времена. Да, тем более, опять-таки, утконос имеет такой довольно необычный вид, поэтому, в общем, существование животных, имеющих необычный вид, это, конечно, может быть характерно для Австралийского континента. Надо сказать, что еще в плане познания австралийской фауны очень помогают наскальные рисунки аборигенов. Дело в том, что аборигены Австралии обладают, наверное, как все примитивные такие народы, они обладают очень хорошим знанием природы и способностью изображать животных, с которыми они сталкиваются. Так вот, наскальные рисунки аборигенов, они очень часто предвосхищают открытие зоологической науки. И изучая вот эти изображения, ученые могут, по крайней мере, говорить о том, с какими животными аборигены сталкивались в своих путешествиях по континенту, по австралийскому бушу, и какие животные еще до сих пор не открыты, какие животные еще не отловлены, не пойманы, не изучены. И действительно рисунки, а не только австралийских аборигенов, вообще, в принципе, вот таких народов, находящихся на примитивных стадиях развития, они, конечно же, чем хороши, они отличаются конкретикой. То есть изображается именно конкретно виденное животное. То есть всевозможных изысков, таких, какие свойственны художникам европейской традиции, то есть изображения каких-то мифических существ, какие-то изыски в плане изображения, австралийцам не свойственны. И поэтому ученые очень часто опираются в своих каких-то предварительных анализах фауны именно на изображения, оставленные на скалах, на камнях, на каких-то кусках дерева, если оно сохранилось. То есть базируется на изображениях, которые достаются, наверное, наследству от вот этих примитивных цивилизаций. То есть если существует какая-то определенная легенда о существовании какого-либо животного с определенным видом, то есть если эта легенда еще документально подтвердена, можно так сказать, какими-то наскальными рисунками, то, естественно, она имеет... Да, то, скорее всего, это могло существовать, либо существовало, Либо, может быть, до сегодняшнего дня. И тут надо сказать, что вполне вероятно, что когда первые люди появились на австралийском континенте, то они столкнулись с видами животных, которые, в общем-то, может быть, сейчас и уже не существуют, но в ту историю, то есть в историческое время человека, они все-таки существовали. И аборигены столкнулись с какими-то доисторическими, как мы их считаем, доисторическими животными, о которых сохранились только палеонтологические находки. И это, кстати говоря, вот эта отрасль тоже является объектом изучения криптозоологии и тоже доказывает, что очень большое количество вымерших ныне животных могло исчезнуть с лица земли не потому, что там какие-то естественные причины вымирания. Вы имеете в виду птицы типа Моа? Да, типа Моа, типа Иперниса. Они были просто уничтожены человеком, не европейским человеком, а человеком вот таких вот... Улететь они не могли, были... Да, аборигенами Австралии, например, те же самые. Да, большие птицы, в общем-то, было много мяса от них. Да, совершенно верно. Тем более, что уже известное воздействие человека на Австралию началось значительно раньше, чем открытие европейцами. Потому что самый крупный вид плацентарных млекопитающих, который обитает в Австралии, как хорошо известно, это дикая собака Динго. Естественно, что дикая собака Динго не является автохтоном Австралии. То есть она не произошла и не является местным жителем Австралии. Ее везли в Австралию. И вселение Динго в Австралию нанесло фауне австралийского материка, конечно, колоссальный ущерб. И потому что крупный, сильный, значительно более подвижный, значительно более интеллектуальный хищник, а плацентарные млекопитающие, они значительно более интеллектуальные и более подвижные, чем сумчатые млекопитающие. Естественно, он нанес колоссальный удар по фауне хищных млекопитающих австралийского материка. И, по крайней мере, кроме Динго, в этом размерном классе хищных млекопитающих других хищников в Австралии не сохранилось. Но возможность сохранения таких хищников, но обитающих, например, в тех районах, до которых, например, Динго могли не дойти... Не добраться. Вот такое вероятное существует. Мы об этом, кстати, с вами сегодня поговорим, когда будем рассуждать о том, сохранился ли сумчатый волк и сумчатый тигр, и какова вероятность, что эти животные еще могут быть встречены. То есть они могут быть встречены, либо если, в общем-то, в эти районы, где обитают эти животные, эти хищники, не смогли добраться собаки Динго. Да. Но надо сказать, что сейчас, после того, как появилась собака Динго, потом появились европейцы на австралийском континенте, европейцы привезли с собой еще больше млекопитающих. Это и всем известные истории с кроликами, которые в Австралии расплодились с безумной скоростью и другие млекопитающие. Естественно, что привоз вот этих плацентарных млекопитающих, он наносит урон австралийской фауне нисколько, не меньше, чем загрязнение окружающей среды, если не больше. И поэтому все-таки вероятность обнаружения каких-либо реликтовых животных, которые могли сохраниться на австралийском континенте, естественно, с каждым годом все падает и падает. Потому что воздействие человека на окружающую среду, оно имеет тенденцию к увеличению. И, естественно, если что-то еще могло сохранить, допустим, в начале XX века, то к началу XXI века это совершенно спокойно уже могло вымереть и не оставить даже никаких следов. То есть хищники, которые возят человек, они могли уничтожить какие-нибудь реликтовые формы? В том числе не только собаки-динги, но и просто дикие, одичавшие собаки домашние, которые привезли европейцы, которые в Австралии тоже сбиваются, точно даже как и по всему миру, набиваются в стаи и ведут такой волчий образ жизни, они тоже могут наносить достаточно мощный урон и элиминировать целые группы вот таких вот реликтовых аборигенных млекопитающих. В том числе и реликтовых. Да, в том числе и реликтовых. Ну, наверное, давайте коснемся каких-то определенных животных, которые, возможно, существуют на австралийском континенте, но документально их существование, наверное, не подтверждено. Давайте, и начнем мы, наверное, с животного, которое считается таким своеобразной легендой австралийского континента, символом неоткрытых животных Австралии. Оно носит название буниип, или, как его иногда называют местные жители, дьявол. И вот этот буниип, он, с одной стороны, животное, имеющее под собой какую-то такую вполне конкретную подоплеку, то есть, что люди с ним действительно встречались. С другой стороны, это полумифическое существо, которое очень прочно вошло в фольклор как аборигенов, так и, в общем-то, переселенцев. И, как правило, если что-либо случается, то говорится, что, типа, это буниип во всем виноват. Или буниип перешел дорогу, собственно говоря. Да, или буниип перешел дорогу. Буниип получается такое полулегендарное существо. Полулегендарное существо, которое очень аналогично нашему черту, дьяволу, какому-нибудь домовым, лешим. То есть, это вот такое существо, которое действительно прочно имеет такую фольклорную традицию. Ну, нужно сказать, что первое упоминание об этом существе или об этом животном в буниипе, оно, естественно, относится к XIX веку, а именно в 1801 год. Существо, в общем-то, с ним сталкивается в основном где-то различных. Оно ведет либо водный, либо полуводный образ жизни. То есть, это, в общем-то, существо, которое находится вблизи воды, так сказать. Да, как правило, встреча с ним происходит либо около воды, либо непосредственно в воде. И одна из, вот как раз первая встреча, которая описана в 1801 году, это Шарлен Беи, француз, который был одним из таких первых исследователей природы Австралии. Даже не природа, скорее всего, описывал различные места в Австралии. И их шхуна остановилась в бухте. Они сошли на берег для того, чтобы осмотреть окрестности. И, поднимаясь по течению реки, где-то в болотных зарослях, услышали страшные нечеловеческие вопли, крики, рев, которые, в общем-то, они приписали какому-то громадному монстру. Вот, в первую очередь, они не увидели это животное, а они услышали вот именно какой-то определенный рев разъяренного животного. Да, причем из тростников он доносился. Естественно, они, в общем-то, убежали от этого громкогласного рева. И местным жителям сказали, что это буниб. То есть, вот буниб, который как раз находится в этих тростниках, и непосредственно он издает такие вот звуки. Дальше история развивалась достаточно ступенчисто, и спустя несколько лет еще один исследователь, Гамильтон Хьюн, получил сообщение о том, что существует некий водяной монстр, за которым он попытался охотиться. Даже австралийское философское общество обратилось к Хьюму с предложением, что если это существо добудет, то оно, соответственно, оплатит ему расходы и выдаст достаточно большую денежную премию, если он привезет либо останки этого существа, либо само существо полностью. Но существо он не привез. Да, но Хьюму так и не удалось все-таки добыть это животное. Хотя рассказы о нем он, в общем-то, передавал достаточно точно и обрисовал места, где вот это существо могло быть встречным. Интересно, что вот единственная географическая разница. Те места, где Хьюм слышал о водяном монстре и где Шарль Беи слышал вопли или страшные крики Буниипа, они располагаются на разных концах австралийского континента. На противоположных концах, но кроме этого, опять-таки, все эти места приурочены именно к воде. Именно к воде, совершенно верно. То есть, вполне возможно, если это животное обитает, оно обитает по всему континенту и, соответственно, около воды. Давайте обратим внимание на Буниипа. Это полулегендарное существо. Дело в том, что где-то в середине XIX века было замечено уже европейцами, было замечено животное темного цвета, голова которого напоминала голову кенгуру. У него была длинная шея, на голове густая поросль и огромный рот. И, по словам местных жителей, это был Буниип, который подстерегает в воде очередную жертву. И вот здесь представлены как раз два изображения Буниипа. Одно это, собственно говоря, то, как изображают Буниипа австралийские аборигены. Это справа. А слева изображение, которое сделано современным художником. Как видите, это марка, выпущенная Австралией. Это достаточно известная среди коллекционеров серия, где были изображены всевозможные вот такие криптозологические тайны Австралии. И вот одна из марок как раз изображала, скажем, такое совокупное представление о том, как мог этот Буниип выглядели. Буниип. Но несмотря на то, что в первом случае была описана такая длинная шея, как раз на марке такая длинная шея не выражена. А с другой стороны, вы видели животное, которое описали как водяную собаку. Да, это была достаточно интересная ситуация. В 1772 году на озере Бурумбит крупное животное приблизилось к суденышку, на котором было несколько пассажиров. Пассажиры настолько перепугались, что переместились на один край судна, что чуть не привело к его опрокидыванию. И очевидцы описывали это животное, как животное, очень похожее на такую крупную собаку, достаточно таких внушительных размеров. И голова описывалась именно как собачья. Именно как собака. И вроде шерсть была собачья. Но вот больше ничего рассмотреть вот этим свидетелям не удалось. А вот как раз в 1873 году видели восстановившийся из воды существо, и голова этого существа напоминала тюленью. Как раз, наверное, на марке изображено что-то между тюленем и собакой. Да, действительно, такое существо, которое считает в себе целый набор черт, даже немножко рептильные черты. Это какая-то чешуйка, да? Да, потому что, видите, голова и лапы покрыты чешуей, вполне возможно, художник именно так обобщил все сведения об Униипе. То есть, получается, следующая картина. То есть, сначала что-то похожее на кенгуру, то есть, голова похожа на кенгуру. И пришло, и это, в общем-то, различные, так сказать, свидетельства привели нас к тому, что все-таки существо, которое высовывалось из воды, чем-то напоминало тюленью. Да. И сразу возникло предположение, может ли это быть действительно тюлень? Но перед тем, как перейти к рассмотрению, действительно, что же это было, надо сказать, что существуют, якобы, даже останки этого Униипа, которые были переданы в конце XIX века, были отправлены в Лондон на исследование. Был, якобы, найден череп этого Униипа. Да, который, причем, один из зоологов, который провел экспертизу, отнес его к... Сказал, что это голова молодой лошади, то есть, жеребенка. Другой зоолог предположил, что это череп коровы. Но в результате, может быть, за ненадобностью, может, еще и за чего-то, этот череп куда-то делся, он по-сей-мингу был просто выброшен. И провести более точный анализ и сказать, что все-таки, чей же череп был предоставлен для исследования, конечно, сложно. Потому что, если два зоологопрофессионала не могут точно сойтись во мнении, что это лошадь или корова, то это, в общем, достаточно интересный случай. Потому что, естественно, любой профессиональный зоолог, тем более занимающийся морфологией и анатомией, он абсолютно четко различит череп лошади и череп коровы. При этом был просто доставлен не весь череп, а фрагмент этого черепа. Фрагменты черепа. Поэтому, естественно, сразу возникло ряд предположений, что это такое. Это может быть, допустим, череп жеребенка в данном случае, либо какая-то часть черепа коровы. Но так, в общем-то, не пришли к единому мнению. И поэтому, в общем-то, этот остаток, он был выброшен. Это единственное было документальное свидетельство возможного существования бунипа. Давайте с вами рассмотрим все-таки, что же это может быть за животное бунип. И вообще, откуда корни вот этой легенды. Ну, во-первых, все свидетельства сходятся на том, что это животное ведет водный образ жизни. Что голова его похожа либо на голову коровы, либо на голову лошади, либо на голову собаки. Ну, понятно, что здесь люди все-таки привыкли сравнивать увиденное с чем-то обыденным. То есть, с тем, с чем они хорошо знакомы. И поэтому вот такие сравнения, они вполне понятны. И само существо полностью никто не видел. То есть, говорить о том, что какова конечность у него. Это может быть ласт, это может быть еще что-то. Ну, вот по некоторым свидетельствам, некоторые очевидцы говорили о том, что там были вот что-то похожее на плавник. На плавник или на ласты. Или на ласты. То есть, одно из двух, собственно говоря. Поэтому, в общем-то, это говорит о том, что в каком-то варианте бунип имеет вот что-то наподобие ласт. И тогда в результате получается картина, что за бунипом могли принимать какое-то крупное ластоногое, то есть, тюленя. Которые, в общем-то, эти тюлени в избытке водятся у побережья Антарктиды. И они доплывают и до австралийских берегов. Но встреча с бунипом, они, конечно, были не на побережье, а все-таки под руслом достаточно крупных рек. То есть, в принципе, теоретически... Могли ли заплывать туда тюлени? Во-первых, хорошо известны пресноводные тюлени, которые, в общем-то, могут жить вообще и не обязательно в морской воде. Существует сведения о том, что тюлени могут достаточно высоко подниматься по рекам. И заплывать в реки, и там, в том числе, охотиться на рыб. У берегов Австралии даже был пойман в свое время морской леопард. Это один из крупных видов тюлени, который обитает на побережье Австралии. В принципе, у побережья Антарктиды и специализируется на питании пингвинами. Так вот, морской был пойман, морской леопард, в желудке, у которого находился утконос. Ну, это означает, что он достаточно высоко, морской леопард поднялся по реке. И, в общем-то, где-то ему удалось зацепить несчастного утконоса и проглотить его. То есть, если мы будем говорить теоретически, то ластоноги действительно могут оказаться в этих районах? Совершенно верно, они могут оказаться случайно в этих районах. А если взять морского леопарда, то это очень крупное млекопитающее. Оно, в общем-то, сравнимо по размерам с описанием буниипа. Это крупные особи морского леопарда могут достигать до двух с лишним метров в длину. И это животное очень внушительное, с очень большой пастью. Это был сильный, агрессивный хищник. То есть, он может, в принципе, нападать на людей? Ну, в принципе, нападать он может, конечно, на людей. Потому что, если очевидцы говорят о том, что на них что-то нападало периодически, то, в общем-то, действительно, хищник или ластонога, он должен быть довольно агрессивным. Ну, с некоторой долей фантазии, голова морского леопарда может сойти за голову собаки или за голову лошади. Тем более, что, в общем-то, у очевидцев существует разность видеть. То кенгуру, то собака, то тюлень и так далее и тому подобное. То есть, это, видимо, у страха глаза велики. Да, у страха глаза велики. Совершенно верно. С другой стороны, те свидетельства, которые указывают на то, что у буниипа был плавник, в общем-то, сильно подмачивают репутацию тюленя, вот как некого прообраза буниипа. И тогда, скорее всего, следует интерпретировать буниипа как, возможно, какое-то животное, относящееся к сиренам. То есть, это может быть, например, тот же самый дюгонь, который, в общем-то, один из видов сирен, который обитает на австралийском континенте, который, опять-таки, принимали за какое-то гигантское чудовище. А некоторые, очевидцы, говорили о том, что они видели, например, что-то наподобие ламантина гипопотамы. Ну, ламантин, дюгонь, собственно говоря, это вот как раз относится к сиренам. Как раз это очень близко. Да, это, в общем, близкие родственники. И вполне возможно, что загадка буниипа, она не так, собственно, сам буниипа не так загадочен, как кажется. И уж, если мы возьмем самое первое свидетельство 1801 года, тот страшный вопль, который был слышен французским исследователям в камышах, то, наверное, ни для кого не секрет, особенно для тех, кто занимается охотой или рыбалкой, что, например, крик выпи ночью из камышей, он очень сильно напоминает, соответственно, такой рев быка или крик какого-то хищного зверя. И действительно, он, особенно с близкого расстояния, выглядит достаточно наушительно. А если учесть, что в Австралии выпи тоже обитает, то, скорее всего, вот этот вопль из камыша, это был как раз вот вопль выпи. И поэтому в совокупности мы получаем, что, скорее всего, легенда о буниипе базируется на встречах с крупными ластоногими или сиренами в разных внутренних водоемах Австралии. И плюс к этому, собственно, непонятные ночные крики «выпи!». И вот в результате легенда складывается вот в такого вот дьявола буниипа, который прочно вошел в фольклор не только австралийских аборигенов, но и в фольклор белых переселенцев. То есть, получается, что вот таким вот загадочным животным скрывались действительно совершенно... могут скрываться, не скрывались, а могут скрываться совершенно реально существующие животные, уже открытые, давно всем известные. Да, или же, если мы примем идею о том, что буниип – это существо, действительно реально существующий видеодельный вид, то это, скорее всего, опять-таки, может быть, неизвестный вид пресноводного тюленя или, соответственно, какой-то пресноводной сирены. Ну, давайте еще раз обратим внимание на буниипа, как раз на эту марку, которая здесь слева показана. И обратим внимание на то, что, допустим, в данном случае художник все-таки перерисовал к нему бунипу лапы. То есть, здесь нет никаких ни ласт, ни плавников. Да, и он изобразил его, скажем так, более сухопутным. Да, и более, вот если мы посмотрим на правую картинку, то есть, животные отдаленно чем-то напоминающие кенгуру. Да, вот чем-то очень отдаленно. Чем-то очень отдаленно. Давайте теперь с вами перейдем к следующей такой криптозологической загадке, которая скрывается в Австралии. Точнее, это даже не криптозологическая загадка, а большой вопрос о том, вымер ли действительно сумчатый волк. А вот мы как раз говорили с вами о том, что хищники существовали на австралийском континенте. Но, тем не менее, после того, как завезли плацентарных млекопитающих, естественно, эти плацентарные млекопитающие, как более, так сказать, развитые животные, они постепенно вытеснили существующих уже хищников. Да, и когда белый человек вступил в Австралию, то крупных хищников на самом австралийском континенте уже не сохранилось. Хотя, судя по всему, до того момента, как началась экспансия динга в Австралию, один из самых крупных хищников Австралии, непосредственно сумчатый волк, он, вероятно, занимал ту самую экологическую нишу такого, действительно, волка, который охотился бы на кенгуру, и, вероятно, был распространен по всей Австралии. По крайней мере, костные остатки сумчатого волка неоднократно находились палеонтологами в Австралии, и его существование там является вполне доказанным. Когда же человек пришел на австралийский континент, то сумчатый волк сохранился только в Тасмании, и иногда его еще называли тасманийским волком. Уже когда белые исследователи начали работу с зоологическими объектами в Австралии, уже к тому времени сумчатый волк был одним из самых редких млекопитающих. А когда началось разведение овец в Австралии, в Тасмании, то, естественно, сумчатый волк стал врагом фермеров и подвергся нещадному истреблению. И вот мы сейчас с вами видим достаточно такие редкие фотографии. Это фотографии сделаны последнего сумчатого волка, который содержался в неволе, жил в зоопарке и который скончался в начале прошлого века. И вот эти фотографии сделаны не в природе, эти фотографии сделаны в зоопарке. Они черно-белые, это животное, которое является одним из последних сумчатых волков, которые выжили и существуют, жил один, и потомства в неволе от сумчатого волка добиться не удалось. То есть мало того, что завезли хищников, которые постепенно вытеснили сумчатых хищников, кроме этого еще и они уничтожались фермерами, которые просто мешались. Совершенно верно. И интересно то, что долгое время зоологи пытались найти в Тасмании сумчатого волка. То есть очень не хотелось верить, что такое красивое и удивительное млекопитающее исчезло, потому что это действительно самый крупный сумчатый хищник австралийского континента. Действительно по своему внешнему виду он очень похож на волка. Но, естественно, никакого близкого родства с собачьим у него нет. Это такое конвергентное эволюционное сходство. У него, в отличие от всех собачьих, у него пятипалая передняя конечность. То есть там присутствует все пять пальцев в отпечатке лапы. А как вы знаете, у собак, соответственно, ряд пальцев рудиментарные. Поэтому они, соответственно, не отпечатываются. А у Тасманийского волка все пять пальцев входили в отпечаток. Плюс к этому задние лапы у Тасманийского волка, или у сумчатого волка, или, как его по-научному называют, телоцин, также отличались от волчьих. Он опирается на всю ступню, Тасманийский волк. И, в общем-то, действительно он доставлял какое-то неудовольствие фермерам. Действительно они охотились на овец, эти Тасманийские волки. И в результате их достаточно быстро истребили. Тем более, что, как мы уже говорили, сумчатые млекопитающие не отличаются большими интеллектуальными способностями. И не отличаются в конкурентной борьбе даже с полцентарными млекопитающими они не одерживают верх. А уж с человеком, соседствовать с человеком, Тасманийскому волку, так и не удалось приспособиться. И он достаточно быстро был уничтожен. В результате от Тасманийского волка остались замечательные фотографии последнего уцелевшего экземпляра. Плюс несколько чучел в различных музеях, зоологических музеях. В частности, в Петербурге существует зоологическое музей Академии наук. Сохранилось чучело Тилоцина. И вот практически все. Но очень не хотелось, зоологам очень не хотелось признаваться, что сумчатый волк все-таки вымер. И было, как я уже говорил, большое количество исследователей направлено в Тасмании, чтобы выяснить, все-таки, может быть, сохранилось это животное. И эта программа по поиску Тилоцина продолжалась, продолжалась и продолжалась. Пока в 50-е годы прошлого века, в 20-го века, все-таки официально, когда как раз составлялись Международные красные книги, официально Тилоцин или сумчатый волк был занесен на черные страницы Международной красной книги. Черные страницы Международной красной книги содержат информацию о животных, которые вымерли по вине человека. И вот Тилоцин был признан, собственно говоря, животным, который был истреблен в 19-м и в самом начале 20-го века, и сведений о нем больше не поступало. И вот эта вся история официально считалась закрытой. Все, Тилоцин вымер. То есть сумчатого волка не стало? Но очень все-таки хочется верить в том, что он жив. И поэтому в конце 20-го века с Тасманией стали поступать сведения, что тут, то там встречаются различные, соответственно, животные, которые очень похожи на сумчатого волка. Ну вот, скажем, один из таких вариантов фотографий, который был сделан. Вот давайте сейчас посмотрим на слайде. Вот фотография внизу изображена, опять-таки, фото того самого известного последнего сумчатого волка, который содержался в зоопарке. А наверху фотографии сделаны в Тасмании животного, которого чем-то напоминает этого сумчатого волка, и который, в общем-то, возможно, этим сумчатым волком и является. То есть, может, каким-то молодым сумчатым волком. Но здесь очень сложно сказать, потому что фотография довольно некачественная. И определить, что это действительно сумчатый волк. Совершенно верно. Но мы с вами, когда начинали только цикл этих программ о криптозеологии, мы говорили о том, что большая часть свидетельств, фотографических свидетельств, которые относятся к криптидам, к криптозеологическим объектам, они все, как правило, вот почему-то отличаются очень низким качеством изображения. И их можно трактовать как угодно. Но вот если проанализировать вот этот снимок, то действительно по ряду хабитуальных черт действительно животное напоминает телоцина. Ну, мы видим и по строению задних конечностей, и по общему форме передних конечностей. Но обратите внимание, на снимке не видно непосредственно ступней этого животного. И второе, все-таки у телоцина его отличительной особенностью является полосатая окраска, которая идет по задней части хребта, и которая дальше распространяется на хвост. Здесь мы вот этих знаменитых телоциновых полос не видим. И поэтому говорить о том, что изображенное животное является телоцином, все-таки вряд ли можно об этом говорить с уверенностью. Скорее всего, нет. Скорее всего, это какой-то такой одичавший кобыздох, который такой сильно исхудавший на тасманистской бескорнице. И вот это в данном случае, скорее всего, такой вариант подтасовки. То есть здесь, в общем-то, не выражены основные черты, которые свойственны тасманистскому волку. То есть здесь нельзя увидеть ни конечности, нельзя не увидеть и окраски этого животного. Да, и все-таки надо сказать, что у тасманистского волка была еще одна такая замечательная способность. Все дело в том, что тасманистский волк мог чрезвычайно широко развивать пасть. У него очень подвижный сустав верхней челюсти. И если мы проанализируем вот эту фотографию верхнюю, то все-таки здесь скорее обычная собака, то есть обычное строение черепа, которое характерно для волчьих, для собачьих. Но вследствие своей такой исходности она будет напоминать чем-то, напоминает тасманистского волка. Но это не единственное такое свидетельство, которое говорит о том, что все-таки тасманистский волк, возможно, жив. К сожалению, мне не удалось найти фотографии, которые были опубликованы в целом ряде и австралийских газет, и разошлись по всему земному шару. Где-то лет 20 назад все информационные агентства опубликовали действительно уникальную фотографию, сделанную в Тасмании, где было изображено животное, которое убегало от фотографа, убегало в такую заросль, как колючего кустарника, убегало в буш, вот в такой вот. И это животное действительно было сфотографировано только задняя часть этого животного, и оно действительно поразительным образом напоминало тасманийского волка или телоцина. Там присутствовало все. Там был и полосатый хвост, там был и полосатый круп самого животного, но, к сожалению, была сфотографирована только задняя часть. И была опубликована заметка, которая говорила о том, что как раз фермеры же, увидев то, что у них опять кто-то таскает овец, пошли в буш, пошли в заросли этого кустарника, и там им удалось сделать вот эту вот фотографию. Поэтому, скорее всего, все-таки ставить точку в истории с тасманийским волком, несмотря на то, что официально признано, что он вымер, наверное, все-таки рано. Ищут его, естественно, на Тасмании. Ищут его, естественно, на Тасмании, потому что там сохранились еще места, где, в принципе, он может теоретически обитать. И существует целое общество, которое расположено в Австралии. Даже там есть официальный сайт этого общества, есть в Австралии специальный проект по поиску тасманийского волка. И вот эти работы ведутся, и исследования продолжаются. И, наверное, никто не опускает руки в том плане, что все-таки надежда о том, что хоть какое-то небольшое количество тасманийских волков еще сохранилось, и он будет переведен с черных страниц международной красной книги, скажем, ну, на какие-нибудь там красные, то есть находящиеся под угрозой исчезновения, но все-таки еще живой. А вот в Австралии до сих пор пытаются искать так называемое сумчатого австралийского тигра. Но об этом мы расскажем вам в следующей передаче. А сегодня время нашей программы «Стекло». Мы хотели бы с вами попрощаться. Всего вам доброго. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»